Запись включил, так что начинаем. А сам я пока звук, наверное, вы. Еще раз всех приветствую. Благодарю Артемия, что он меня уговорил во время моего цикла, потому что я два дня назад работала программу фестиваля в Калуге молодых фотографов России, куда всех приглашаю. 6 июля. И приглашаю с детишками, с женами, собаками и прочими домашними животными в Калугу, потому что можно будет участвовать с детям в программе, специально придуманной для этого, которая называется «Фотоподросток». Регистрация на сайте Союза уже открыта. А на самом деле я появилась здесь благодаря обаянию Артемия Ломова, потому что он меня уговорил. Он уговорил меня выступить перед вами сегодня и поговорить на тему того, что фотография является инструментом исследования. Ну, я думаю, что вы сами об этом догадывались. Я не думаю, что я открываю для вас какую-то тайну, секрет или делюсь чем-то неизведанным. Скажите, меня хорошо слышно? Хорошо. Хорошо. Замечательно. Приемлемо, я бы сказал. Вы, конечно, немножко так пропадаете, но не как в прошлый раз. Сейчас гораздо лучше. Именно поэтому я и с телефоном. И смотрите, сегодняшняя наша конференция совпала таким чудесным образом с открытием музея, Московского музея фотографии в МАМе, очередной порции чудесных выставок. Я посмотрела программу и поняла, что она идеально отвечает теме нашей сегодняшней встречи. И я потом, когда захочу говорить, пробегусь по залам и надеюсь, что вы все доберетесь до Московского дома фотографии, и посмотрите эти замечательные выставки. Прежде чем начать, я хотелось бы задать вопрос участникам. Надеюсь, что все знают, кто я, и мне не надо представляться. Или надо? Я в разных анонсах о вас много всякого написал. И вот сейчас даже новость на сайте Союза фотохудожников материализовалась. Я ее еще там три дня назад написал, но там были технические, так сказать, нестыковки. Максим мне сказал, что я регион неправильно указал. Ну, все, теперь буду в Москве. А, то есть мы были в другом регионе, но это же замечательно. Я просто не указал регион, потому что мероприятие как бы у нас онлайновое. Вот, например, Виктор Геймсбург, она находится, я так понимаю, в Соединенных Штатах Америки или где-то еще путешествует. Неважно. Ну, в общем, я не указал регион. На самом деле нужно указать Россию и весь остальной мир. А вот видите, я как раз и указал. Но это неважно, это все технические как бы вопросы. Я буду теперь знать. В любом случае у нас будет запись. Я попробую ее даже прям, может, сегодня залить куда-нибудь. Хорошо. Хорошо. Я вернусь ко всем, кто сегодня присутствует. Как вы думаете, что можно исследовать с помощью фокодрафии? Желательно не отвечать. Уважаемые участники, вы там, в принципе, посмелее можете принимать участие в диалоге, потому что Наталья Юрин как раз мне говорит, что 40 минут просто диктовать речь на смартфон, это как-то, ну, противоестественно. Так что у нас пусть лучше будет такой вот диалог. Так что если есть какие-то вопросы, есть что сказать по теме, высказывайтесь и в чатик пишите, или микрофон включайте, говорите. Только не надо, все сразу, ладно? Ну, любую тему, которая, прежде всего, тебя интересует, а если еще социальный интерес, ну, это замечательно. Хорошо, хорошо. Я так понимаю, что все рабеют или просто не готовы отвечать. Неважно. На самом деле, я немножко скажу о том времени, в котором мы живем, и почему важно понимать, что фотография как инструмент исследования – это очень такое важное знание, которое необходимо сейчас для того, чтобы продвигать свои проекты и как-то быть замеченным обществом. Сейчас у нас цифровая или, как ее еще называют, дикитальная эпоха. Фотография в ней имеет решающее значение. И есть еще одна особенность нашего времени, что фотография не так раньше. Это теперь не у дел избранных, не у дел отдельных профессионалов. Это общая массовая история, когда фотографом может считать себя каждый человек, у которого есть камера в телефоне. А еще он может считать себя фотографом, потому что у него есть аккаунт в соцсетях, и он там каждый день публикует фотографии и рассказывает о том, что с ним происходит. И еще наша эпоха интересна тем, что у всех авторов этих изображений есть шанс быть увиденным во всем мире многомиллионной аудитории. Ее наше время характеризуют как нестабильное, неопределенное и неоднозначное. И каких-то любящих правил, по которым все играют, теперь не существует, их нет. И каждый играет по своим правилам. Это порождает массу проблем и в том числе влияет на состояние человека, психологическое состояние человека и придает ему такую неуверенность, стрессовость, ну и как бы такое ощущение некомфортности в этой жизни. Как мы помним, фотография обладает многими позитивными функциями разными, в том числе она обладает психотерапевтическим эффектом. Поэтому мне кажется, что многие люди перебегают фотографии неосознанно, используя именно этот эффект, эту фотографию. Исследовательская функция фотографии по сравнению с прошлым веком сильно усилилась, и это хорошо чувствует новое поколение фотографов. Но на самом деле то, что новое поколение используют, оно уже было опробовано в той или иной мере фотографами прошлого столетия. И, конечно, они опираются на этот опыт, иногда даже не зная о нем. Я не буду долго рассказывать про фотографов прошлого века, я просто назову фамилии без показа картинок, потому что я лучше покажу то, что происходит сейчас в московском доме фотографии. И, мне кажется, вот это интереснее. Все вы знаете Августа Зандера, такого выдающегося немецкого фотографа, который начал свой путь в искусство еще в конце XIX века. Его вклад в мировую фотографию огромен, так как он принес в него документальный реализм. И вершиной творчества мастера стал колоссальный по размаху проект под названием «Люди XX столетия». Моделями для работы Августа Зандеру служили все, кто попадался ему на глаза. Молодцы, адвокаты, кондитеры, интеллектуалы, рабочие, актеры. Можно долго называть людей разных профессий и сословий. Этот фотограф снимал всех. Он пытался создать обобщающий портрет нации. Он один из первых начал делать документальную фотографию в том виде, в каком она существует и сейчас. Главный его принцип работы – смотреть, наблюдать, думать – стал девизом концептуальной фотографии. А его метод получил название «Типом агнистрации» «Анализ, поиск человеческого архетипа общества времени». Как называется проект Зандера? Вопрос за аудиторией. Который в семи томах был издан после его смерти. «Люди 20-го столетия». Он был завершен… В маме была его выставка где-то там… «Люди 20-го столетия». Он завершен уже после того, как фотографа не стало. И был издан в семи томах. И его методом и как бы отсылкой к методу Зандера мы можем найти в работах других фотографов. Ирвина Кпена, Дианы Арус, Пола Стрэнда и других. Попытку сделать портрет нации, даже портрет всего человечества предпринимались фотографами неоднократно. Один из них Роберт Франк. Американо-шердсяевский фотограф по книгу «Американцы». Все помнят Роберта Франка? У нас аудитория относительно все-таки подкованная. Думаю, что помнит, но как бы стесняется об этом заявить. Очень. Вот помимо сложности говорить сама с собой, есть еще сложность отсутствия отклика аудитории. Аудитория молчит. Сейчас полчасика пройдет, они, так сказать, проникнутся и будем устраивать какие-то дебаты. Пока, ну, сами. Я с ним знаком. Наташа, правда, недавно умер. Я как видел его порой. Наверное, тоже все конспектируют. Я часть законспектирую. Кстати, у Зандера большая часть архива пропала при пожаре. Ну вот. То, что сейчас ходит по выставкам, это новая печать. Это да, но он же не вписался в идеологию нацистской Германии. Ну да, кстати, на выставке, на выставке, на последней выставке, на которой я был, показывают прекрасное трехмерное кино, которое, к сожалению, на ютубе смотреть невозможно. Его нужно смотреть в очках. А, понятно. Очень хороший фильм. Да, минут 15 найдет. Может, вам его тоже привезут, я не знаю. Хорошо. Вернемся к Роберту Франкуа. Он приехал в США в 1947 году и за несколько лет поездок по Америке создал множество черно-белых фотографий, которые впоследствии были признаны шедеврами. И создал книгу, в которую вошло всего 83 фотографии, сделанные из путешествий. Книга была опубликована в 58-м году в Европе и в Соединенных Штатах Америки в 59-м. Как только книга вышла, автору досталось по полной программе. То есть его критиковали, говорили, что это ужасно, и не надо смотреть среднему американскому зрителю, что он разрушил эталон, эталонный образ американца, ну и так далее. И так же, как в свое время Сандер был не принят в нацистской Германии, так и Франку было очень сложно со своей книгой «Американцы». В настоящее время книга пультовая, классическая, выдержала много переизданий, хотя некоторые критики считают, что она до сих пор непонятна массовому зрителю. Второй человек, который, автор, который принял попытку тоже создать портрет американской нации, всем известный Ричард Авидон. Это интересная такая строка в биографии Ричарда Авидона, потому что всем он известен как рекламный фотограф, очень раскрученный, очень модный, работавший с Алексом Бородовичем. И вдруг он приезжает, когда ему исполняется 56 лет, он отправляется в Америку и несколько лет снимает «Американцев». Книга называется, в которую вошли эти съемки, называется «На американском завтраке». А, ко мне подошел Дмитрий Иванов, он хочет слушать лекции. Так что он не онлайн, а оффлайн. Дмитрий, привет. Вам привет. Может, он найдет кнопочку и нажмет. А, ну да, он может найти кнопочку, конечно, и нажать, но он пошел смотреть выставку. Он пришел на открытие, а не слушать у Дарцева, поэтому все в порядке. Ну, у Дарцева он и так слушает довольно часто, в отличие от некоторых. У каждой девятых. Да, ему больше повезло просто в этой жизни. Ричард Тавидон снимал свои портреты большой камерой, не глядя в объектив, для того, чтобы потерять контакт с теми людьми, которых он снимал. Он снимал свой проект пять лет, отснял 17 тысяч негативов. Четыре года фотографии готовились к печати, и только 106 фотографий пошли в книгу. А снял он 752 человека. То есть это огромная работа. Когда мы говорим о проекте, всегда надо иметь в виду, а тем более исследовательском, большом проекте, который может иметь общественный резонанс мощный, всегда нужно помнить, что проект за один день не делается. Он всегда длительный во времени. Вот Лорен Гринфельд, выставку которой сегодня показывают, открою, она снимала свой проект 25 лет. Алексей Мякишев, который вы все знаете и любите, он снимал, снимает, продолжает снимать свою вятку. Это много, многолетние, несколько десятилетий, более, около 30 лет снимает, и окончание не видно, потому что это такой длинный, важный для него проект. Ричард Авидон, так же, как и Роберт Франк, так же, как и Зандер, не получили позитивного, положительного отклика на свои книги, на свои фотографии. Многие галереи и музеи отказывались экспонировать фотографии Ричарда Авидона из его проекта на Американском Западе. И это такой поучительный урок того, что проект, который вы делаете, не обязательно будет сразу понят и сразу примет, то есть получит какие-то положительные отзывы и начнет путешествовать по музеям и выставкам. Нужно быть готовым к тому, что нет и не случится. Человек, с которым я была знакома лично и работала на протяжении нескольких лет, это Хайди Холлинджер. Наверное, мало знакомое для всех имя, потому что это канадская журналистка, которая приехала в 90-е в Москву и начала внедряться в разные слои общества для того, чтобы сделать две замечательные книжки. Одна книжка называлась «Особенности национальной политики», а другая называлась «Особенности национальной политики» это о политических лидерах разных партий, и в том числе оппозиционных. И очень интересно, как она работала. То есть она сначала какое-то время преподавала английский в МГУ, потом открыла в лицах, в фотоцентре. В 94-м, 95-м она была первым иностранным фоторедактором на минуточку газеты «Правда». Затем открыла свою фотостудию в Москве и в 99-м году стала официальным фотографом-амбассадором компании «Кэнон». После 2000-го она вернулась в Монреаль и долгое время вела цикл документальных фильмов о портовых городах мира для канала «Дискавери». Вторая книжка, её называется «Русские», и она снимала людей, таким образом она каталась на роликах по Москве, и как только встречала персонажа, который ей подходил для съёмки, уговаривала его проехать с ней в студию, снимала это на белом фоне в студии. И эта галерея портретов включает и дорожных рабочих, и нищих, и военных детей, и бизнесменов, других представителей трудового народа и задворок современной Москвы. Этот опыт повторили Джейсон Ишкенкази и Валерий Нестратов в своём проекте «Титульная нация». Скажите, кто видел этот проект? Кто-нибудь видел этот проект? Никто не видел. Посмотрите, пожалуйста, потому что это теперь бестселлер, «Три медиа» выпустила небольшим тиражом, и мне кажется, что сейчас найти эту книжку очень сложно. Они начали свой проект в 2000 году. Джейсон Ишкенкази, документальный фотограф из Соединённых Штатов Америки, Валерий Нестратов, наш российский автор, они посетили более десятка российских городов, снимали цветные портреты, на которых фиксировали представители разных слоёв общества. Условия работы, освещение белой фоны, расстояние между камерой и объективом, поза, человека, которого они снимали, всегда были одинаковыми. Менялись только места съёмки, завод, улица, вокзал, больница, тюрьма, почта, санаторий и так далее. И все снимки сопровождались очень короткими текстами, возраст, имя, возраст, профессия. И, собственно, на всё. А сейчас я рассказывала о фотографах, которые использовали в своих исследованиях такой жанр, как портрет. Но это не обязательно для исследований. Вы можете применять любой жанр. натюрмор, и я покажу на этой выставке картине. Я не поняла последнего выступающего. Это был Аку. Это кто-то себя не замьютил. А, понятно. Извините, пожалуйста, это не моя вина. Я думаю, что этот вопрос слушала внимательно. Кроме портретов вы можете использовать в своих исследованиях такой жанр, как пейзаж. И я рекомендую посмотреть Ивана Михайлова, фотоспорожника из Чебоксар, и его проект «Ночная перм». Он говорит, что у каждого фильма есть свои знаки, мифы и сказки. Пространство горно записывает и хранит их в себе. В своей истории я исследую пересечение и наложение друг на друга прошлого и настоящего. Для меня перм глубоко мистичный город. Стоит свернуть с центральной улицы во дворы, ты попадаешь в странный сюрреалистический мир, как будто на другую планету. Я выбрала для съемки ночь, потому что в это время город начинает жить своей собственной жизнью и открывает то, что скрыто днем. Сейчас я вижу это на примере молодых фотографов. И сейчас чаще всего мы сталкиваемся с исследованием внутреннего мира человека. И мы видим в проектах поиски истоков самоидентификации, сохранения памяти, личные переживания, состояния. Многие авторы идут путем предложенным фотографам Магнума Алексом Сотом, который работает на стыке капиталистике и арте. Все знают про Алекса Сотом? Алекса Сотом начал свой первый проект, когда ему было 21 год. У него была очень амбициозная задача издать книгу о своем путешествии. Он путешествовал вниз по реке Миссисипи и снимал встречавшиеся ему герои, настоя стоящие за ним истории. Одной из самых знаковых в серии стала фотография детской кроватки Чарльза Линдберга, летчика, который первым пересек Атлантический океан в одиночку. Весь проект Алекс Сот назвал «Спящие вдоль Миссисипи» «Слитбайзе Миссисипи». Во многом он посвящен мечтам. В английском и сны, и мечты – это одно слово «dreams». И в нем можно часто увидеть снимки кроватей, которые фотограф называет транспортом для сновидений. Алекс Сот получил замечательный проект, получил предложение издать книгу. Через несколько лет очень быстро стал фотографом Маку. Снял очень много интересных разных проектов, вы можете их посмотреть на его сайте. А потом разочаровался фотография. Да, и для того, чтобы он решил, что все, что он снимает, это все ужасно грустно. И для того, чтобы прийти в душевное равновесие, он отправился в Индию и стал инструктором йоги. А потом он придумал совершенно такой виртуальный журнал, который называл «Маленький коричневый грибочек». И в роли репортера этого выдуманного им журнала объездил восток-запад Соединенных Штатов, переосмыслил собственное видение фотографии и, в общем-то, пришел в нормальное состояние. Он просто мучился, да, был таким вот, ну не под насилием, ну, таким, на самом деле, галявшим мужчинам. Он до сих пор, он, в отличие от других фотографов, которые занимаются фотоисториями, считает, что фотография – это не повествовательное искусство, потому что у нее нет начала, середины и конца. Я назову еще нескольких авторов, так как вы картинки, я картинки не могу показать, вернее, я могу их показать, но не знаю, увидите ли вы их. То я назову просто нескольких авторов, которые вы возьмете на заметку и их подробно посмотрите, изучите, тем более они достаточно известны. Данила Ткаченко, интересны все его проекты, закрытые территории, побег, потерянный горизонт, и родина, и оазис. Елена Аносова. Елена в последнее время работает с разными медиа. Она художник-визуалист. Она работает и с видео, и с архивом, и с инсталляциями. Ее тема – тема границ идентичности коллективной памяти на территории Сибири, Крайнего Севера, Российского Дальнего Востока и при границе Балтийского моря. Из молодых авторов, Александр Павлович. Вы все видите? Общие планы – да. А, общие планы – хорошо. Я поняла. Видим. Да, иногда покрупнее хотелось бы. Некоторые работы, да. Так, годится? Да, да, да. Здесь просто в этом проекте несколько других проектов, кроме того, что в последние годы она делала. С 90-го года. Я познакомилась с ней в Перпиньяне в 2000-м. Она показывала вот этот проект про золотую молодежь американскую. Это другой ее проект. Проект «Культ знаменитости». Когда многие люди хотят быть похожими с знаменитостей, и тщательно следят за ее жизнью. Это об обществе потребления. Проект «Я покупаю», следовательно, существует. Не буду вас мучить плохим изображением. Надеюсь, что вы придете и все сами посмотрите. Покажу просто другие выставки очень быстро. Спасибо. 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 Наталья Юрьевна, вы, может быть, параллельно про молодых фотографов, про фестиваль рассказали, когда, с кем. Вот такой небольшой анонс, чтобы звук какой-то. Чтобы люди не скучали, пожалуйста, конечно, могу рассказать. У нас очень насыщенная программа, очень интересная. Приезжают Дмитрий Лукьянов, Дмитрий Лукьянов, Ирина Чмырева, Артемий Ломов. Да, Тема даже собирается толкнуть речь. Это неинтересно. Сейчас покажу вам Олафа немножко и перейду к программе более подробно. Когда делаешь программу, полное ощущение, что ты провел фестиваль. Что фестиваль состоялся. Посмотрите, какой чудесный Олаф. Я показываю только вертикальные, чтобы они смотрели все хорошо. А это живые портреты. Тоже новые технологии. Продолжение следует... Можно я немножко тогда скажу про фестиваль? Потому что, что мне со стороны хочется заметить. Фестиваль действительно весьма интересный. У него будет насыщенная программа достаточно высокого творческого уровня. То есть, каких-то там, не знаю, разглагольств у них совсем для зеленых не будет. Это серьезное мероприятие для творческих фотографов, для молодых авторов. Но молодые авторы, в принципе, которые начинали с конкурса молодые фотографии, они вот сейчас World Press Photo, например, получают. Ну, вот Алена Кочеткова тоже, например. То есть, как бы, если говорить о тех, кого я хорошо знаю лично. Ну, и там еще несколько десятков человек, которые добились уже достаточно серьезных успехов, как состоявшиеся авторы. И, ну, Калуга не так далеко от Москвы. В принципе, на электричке три часа езды всего-навсего. В прессы еще ходят до Калуги. И участие в фестивале совершенно бесплатное, что для многих тоже немаловажно. Приходите, слушайте, общайтесь в куларах, записывайтесь на портфолио-ревью и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, welcome. Как-то так. Я попытался со своей стороны сагитировать. И я программу, к сожалению, видел, или она там еще даже не опубликована, не знаю. Наталья Юрьевна лучше скажет. Но сам я тоже собираюсь выступить там на фестивале, толкнуть речь, что называется, ни много, ни мало о личной внутренней свободе, ни о чем-нибудь там выдержке диафрагмы. Так что вот как-то так. Приходите. Кое-что, какие-то мероприятия постараемся тоже в Zoom транслировать. Но там уж как получится, сколько у нас будет рук для этого и, как бы, ресурсов. И вот я говорила о Натюр Морте, о том, что он может тоже послужить таким хорошим подспорьем для проекта. И вот грузинский автор Копа Рамишвили исследует цветовые машины. То есть он придумывает эти машины, и они у него движутся. И он на очень длинной выдержке это все снимает. На этом я хочу заканчивать. Я сейчас найду какой-нибудь тихий угол и со всем попрощаюсь. И приглашаю на реальную лекцию. Как только я найду помещение, где можно будет ее прочесть. Надеюсь, что мы все встретимся. И я расскажу полноценно с картинками и покажу все, что можно показать. Там, в подвале, я так понимаю, уже все, связь пропадает. В подвале нет. Вы меня слышите? Ну, вот сейчас не очень хорошо пропадаете. Да, сейчас пока слышим. Если у вас уже закончилось выступление, то, в принципе, мы могли бы уже переключиться, продолжить на всякие там организационные темы, общаться. Я хочу заметить следующее. Что Наталья Ударцева, вообще-то, автор названия нашей группы. Так как-то вот оно случилось достаточно стихийно. Где-то, по-моему, это был не то 17-й, не то 18-й год. Открытие фестиваля молодых фотографов в Москве. Он тогда проходил в библиотеке молодежной. И вот в какой-то там вступительной речи своей Наталья Юрьевна произнесла фразу в таком плане. Но я не могу дословно процитировать, потому что как бы уже тоже теперь вспомнит. Но звучало, например, так, что молодые авторы показывают нам серьезную умную фотографию. И вот эта вот самая умная фотография мне как-то тогда в душу запала. И вот, собственно, группа называется так с подачи Натальи Ударцевой. А не просто так, как бы мне пришло в голову с потолка. Спасибо. Мне очень лестно. Я просто... Спасибо большое. Очень приятно и замечательно. И я надеюсь, что наша встреча сегодня не последняя. И впереди много интересного, важного и прекрасного. Конечно, конечно. Хорошего настроения, хороших фотографий. Умных, интересных, актуальных. И терпение древненно сложное. Ну, оно не такое уж и плохое на самом деле, в принципе-то, если разобраться. Бывало и похуже. Вот. А еще я хочу заметить, что вот этот самый наш проект, с позволения сказать, вот эти вот самые онлайн-встречи, он проводится теперь как бы официально в статусе не только как активность группы «Умная фотография», хотя, конечно же, и это тоже, но как совместный проект с Союзом фотохудожников. Россия, собственно говоря, вот тут трое, да, собрались из секретариата, да, вот Сергей Скуратов, Наталья Угарсова, кто-нибудь еще есть? Нет? Ну, неважно. В принципе говоря, речь идет о том, что этот статус там позволит, я так надеюсь, пользоваться неким все-таки авторитетом Союза в том плане, что мы сможем приглашать в гости каких-нибудь звездных, скажем так, спикеров, которые стали уже, в принципе, признанными классиками. Ну, у меня есть списочек, есть планы конкретные на будущее, так что все это мы реализуем. И, собственно, я что про Союз-то начал, я агитирую сильных авторов из числа участников группы «Вступайте-таки в Союз», потому что, ну, вы видите, вот хотя бы даже в музей можно бесплатно ходить по членскому билету. Это уже что-то. А можно еще получать стипендии. Минкультовские как бы 72 тысячи на дороге не валяются. Ну, при условии, если вы представите заявку. Когда вы прошли конкурс стипендий. А заявочку на проект, ну, конкурсный проект подадите достаточно приемлемого, скажем так, уровня, то почему бы не выделить стипендию? Это я вот уже получал с 15-го года, по-моему, да, там, ну, то есть можно сказать, что, в принципе, тоже весьма ощутимая, так сказать, поддержка для, ну, в плане реализации всяких там выставок, книжек и так далее, что мы все любим делать. Вот. Ну, и мало ли какие там еще совместные инициативы, может, будет попробовать сгутить в случае, если у нас заметная часть сообщества будет в Союзе. Ну, я как бы, каждый клик свое болотка хвалит, да, я просто в Союзе тоже как бы секретарь, поэтому я агитирую за то, чтобы вот конкретно с этой институцией, скажем так, связаться. А так, если бы я где-то еще был, может быть, бы агитировал за другое, но я, к сожалению, пока вот только здесь. Как-то так. Если есть какие-то вопросы организационного свойства, там, про моделирование, про правила, про… Ну, вот я там написал всяких текстов, регламентирующих на 70 тысяч знаков, я не знаю, я, по-моему, уже все расписал, что поможено, но если вдруг что-то непонятно, то, пожалуйста, задавайте вопросы, я вот пока живьем тут присутствую, готов ответить. У тебя тексты в группе? Раз, два, три, не слышно. Артемий, тексты в группе написаны? Тексты, да, они там вот в объявлениях группы есть пост с набором ссылочек, там правила, манифест, что там еще. Ну, короче говоря, там достаточно… Ну, я думаю, встретимся в Калуге и вживую обсудим. Ну, само собой, да. Ну, в принципе, просто я… Отдельно еще прям написать пост про тоже уже месяцев 8 у меня в планах, это написать пост про то, что участники группы и для себя могут получить, ну, какое-то взаимополезное взаимодействие, что, собственно, дает вступление в Союз. Вот про это я хотел бы написать тоже Лон Гритт, так сказать. И, ну, человек 30-40 вот как бы из наших сильных авторов, которые еще не состоят под недоразумением, надо бы обязательно к нам зазвать, чтобы… Ну, опять же, вот на эти самые стипендии можно там сделать коллективную выставку, прям вот очень высокого уровня, там на какой-нибудь статусной площадке. Ну, как бы, если скооперироваться… Ну, в общем, там есть разные способы работающие, механизмы всякого разного взаимодействия, попробую я до этого тоже как-нибудь добраться. Артемий, вы еще не рассказали про то, что о всех движениях, продвижениях, выставках, книжках, встречах можно на сайте Союза публиковать информацию. Ну, в общем, да, на сайте Союза можно опубликовать. Там тоже как бы, ну, достаточно много человек туда заходит, не знаю, там, ну, несколько сотен где посещаемость-то есть. Посещаемость гигантская, 200, почти 200 с лишним тысяч посмотрели проект «Молодые фотографы России». Ну, да, и до «Молодых» тоже там анонсировать. Да, программу, которую мы повесили два дня назад, уже посмотрело 200 человек. А помимо того, что… Я даже еще не добрался, вот я вот 200 человек. Да, помимо того, что проекты смотрят, вам прислали персонально, поэтому вы не добрались. А на самом деле очень большой, большая проходимость у сайта, посещаемость сайта, да, то есть очень большая. Там, конечно, отдельный вопрос, что его не мешало модернизировать, чтобы хотя бы с мобильных он отображался. Ну, это все технические детали, это все… Сейчас только Букин ставит серию, да, Наташа, кто ответит на этот вопрос? Нет, не только Букин. Вы имеете право, Сергей Юрьевич, поставить свою информацию. А Букин модерирует. Он даст добро на публикацию. Да, он там кнопочку approve, типа, нажмет, а так-то вы в своем аккаунте можете новость писать, будучи членом Союза. Так что, ради бога. Просто не все про это знают, они все этим пользуются, а это очень жаль, потому что… Ну, ладно. Было бы видно, в каком регионе идет движение, какие интересные авторы побывали, встречи, мероприятия. Да, и автоматом новость на сайте рассылается по всем членам Союза автоматом, да, то есть вот новость опубликована. Ну, там рассылки какие-то периодически сразу с несколькими новостями, там где-то раз в две недели, ну, что-то так, это у Максима надо уточнять. Ну, в принципе, да, в общем, эти новости, они еще и… их видят потом люди, которые получают рассылку по электронной почте, а их тоже там что-то… 2700 человек. Ну, то есть их довольно много. Союза, да, это много. Это только члены Союза. Там не только члены. Да, 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 там не только. Все, у кого есть аккаунт на сайте, они все получают эту рассылку, а это в два раза больше. Ну, если они там птичку это самое возводят, что мы хотим получать рассылку, кажется так, но вообще зарегистрировано на сайте Союза и в два раза больше, там, наверное, на два порядка больше, чем… Это да, это да, это да, я просто сказала. Это будет членов Союза, потому что у нас же ведь еще и те, кто в конкурсах участвуют, организуемых Союзов, Союзов. Да, 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 они все тоже, да, они все тоже на сайте. И как бы желающие вступить, которых как бы далеко не всех принимают, так что, в отличие от умной группы, так сказать, так что, вот. Ну что ж, будем ждать новых фотографий умных, да, и новых умных проектов, не только от молодых, но и от сообщества «Умная фотография». Да, мы как бы озадачиваемся вот этим вопросом, чтобы там всем кагалам прийти вступить, там человек 50 точно наберется, я думаю, потому что ангелов не в Союзе, Сейдин не в Союзе. Ну что за неразумение, надо всех… Артемий, я посмотрела статистику, из 117 поданных проектов, ну в смысле заявок на вступление, было отобрано около 7, 6 или 7 человек. Ну нет, это нормально, это как бы потому что кто попал, приходят там заказчики с котиками. С котиками. Все пройдут, да, потому что… Нет, ну я тех, кого лично… Ум уверены, да, конечно, я не сомневаюсь. Да, тех я не сомневаюсь. Да. Вот, как-то так. Ну хорошо, вы меня отпускаете? Да, конечно, Наталья Юрьевна, спасибо большое. И тебе в каталог писать нужно, извините. Да, 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 конечно, всего вам хорошего. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания. Так, ну в принципе мы уже час тут целый болтаемся в этом зуме. Есть у кого-нибудь какие-нибудь вопросы по организационным каким-то моментам, или в принципе все ясно и понятно, и мне тоже можно… Да, следующий раз. Я как бы человек обязательный, обещал что-то там… И тем дольше я об этом думаю, тем больше у меня… С Ванбершем мы договорились, что в следующий какой-то раз, как только… А что такое в следующий раз? А? Когда в следующий раз? Так как договоримся… А, ну хорошо, ладно, я как только у меня будет готово… Да, да, я… Ну я думаю, что это примерно на полчаса вот так. Да, я только буду рад и признателен, как бы ждем вашей лекции по мере… Никуда не спешите, по мере подготовки… Хорошо. Сил, желания, настроения там… Как скажете… Просто когда начинаешь писать, сразу как бы… Нет, у нас как бы нет такой вот прям сетки, как там… Понял. На телевидении, что у нас все распланировано. Как договоримся так? Ну, хотелось бы… Ну, хотя бы раз в месяц такие встречи проводить, потому что… Ну, все-таки там 140 евро – это лучше, чтобы работал инструмент, а не проставил… Тоже… Я параллельно пишу еще одну про… Пробы ошибки в строительстве готических соборов. Ага… 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 Вот, а так, в принципе… Простили… Простили, да… Простили, да… Ну, ладно… Так… Так, ну так что, у кого там есть какие-то еще вопросы, пожелания, предложения, или мы эту нашу встречу можем благополучно завершать? У нас, кстати, 19-е число, суббота – это день рождения группы «Кодик» нам исполняется. А, как бы, вот на субботу на это 19-е число могли бы запланировать, например, оффлайновую прогулку. Все-таки там 19-го июня должно же быть тепло в этом городе злосчастном или нет. Ну, как… Минус 20-то не будет, так или иначе… Ну, в общем, я не знаю. Никто не хочет задавать вопросы, никто не хочет вносить предложения. Так, что ли? По группе… У меня вот по поводу модерирования и других организационных вопросов, по сути, дела нет. Ага. Мой крик души вот сейчас вышел по поводу того, что, ребята, ну, сколько можно к себе привлекать внимание, нападая на модератора. Ну, да. Я там даже прокомментировал немножко, как бы, окей. Ну… Просто я немножко знаю модерирование с той стороны. Ну, да, да. Я представляю, каково периодически приходится. Ну, это не самая простая, как бы, деятельность. Согласен. Но, в принципе, мы работаем над тем, чтобы там планочку задрать. Но не все сразу тоже. Поймите, как бы, нужно время, нужно некоторое, так сказать, расположение духа и так далее. Все будет в лучшем виде. Ну, вот мое мнение единственное, что может быть имеет смысл от свободы свободой. Ага. В некоторых случаях я бы просто-напросто в молчаночку, там, на сутки, на двое, на трое отправлял. Ну, да. Можно, конечно. Можно. Немножечко, так сказать, построже. Есть момент. Подумаем. Ну, тогда вот так. В остальном, ну, единственно, вот. Мы в Сибири здесь вот немножко по времени-то и по расстояниям вам просто так вот попасть не можем. Ну, я понял, да. Ну, видите, вот меня даже голосовал кто-то устраивал на счет времени начала. Ну, большинство вот высказалось с 18 до 21 по Москве. Нет, время достаточно удобное. Как бы, что там… В этом смысле время удобное. Другой момент, что, я так понимаю, у нас часовые парица раскинуты, ну, не то, что равномерно, но если убрать Москву и Питер, московский поезд часовой, то у нас все остальные равномерно по всему земному шарику. Примерно, да. Ну, просто есть люди, которые там живут где-нибудь в Хабаровском крае, условно говоря, там… Сейчас, вот, если в Москве 8, то там, получается, 7 часов, по-моему, разница. Три часа больше. Да, да. Такое себе. Всем спасибо, тогда. Увидимся в группе. Очень интересно. Спасибо. Увидимся. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам тоже, что слушали. Извините, что так немножечко скомканно. Ну, ничего. Как бы Наталья у нас занятой человек, видите, по всяким открытиям постоянно. Я надеюсь, там немножко ссылочками помог тем, кто интересовался. Ага. Большое спасибо. Огромное спасибо за ссылочки и за встречу отдельно. Спасибо. Спасибо. Да, я сейчас попробую что-то вот посмотреть, что там записалось. Тогда и… Я все-таки к сарксуну разбору. Ты лично увидела. Немножко. А если будет оффлайн-прогулка 19-го, то это будет совсем замечательно. Да, почему бы не сделать. Только, опять же, если допланируешь, а там дождь пойдет или еще что-нибудь там, какой-нибудь этот ураган прилетит. У нас же, как обычно, бывает-то. Ну, запланируем до 19-й. В принципе, мы под дождем ходили уже, когда это было-то. Ну, вот предыдущие. Но собралось всего пять человек. С другой стороны, нам 25-то, может, и не к чему. А то, что ведь это привлекут за… Как бы это… Несанкционированную… Несанкционированную… Несанкционированную прогулку. Мы встречались в прошлый раз у «Электрозаводской», как раз вот до офиса «Союза» 200 метров. Такой вот пояс немножко такой средненький между… Ну, как сказать… Чтобы не пересекать «Садовое кольцо» туда, вот на внутреннюю сторону, но в то же время, чтобы совсем таки, как бы, не внедряться в спальные районы, окраины, где там скучно довольно-таки. Такой вот средний пояс там, даже не от «Садового», а, условно говоря, там где-то от «Третьей». Ну, ладно, неважно, короче, где-то вот 5-7 километров там от центра, от Кремля плюс-минус. Так что там самое интересное. Там, да, стрел какой-нибудь поснимать можно, закутки какие-нибудь, дворики там, ну, все, что мы видим. Кстати, Артем, по поводу спальных районов. А Зверев у нас, насколько я понял, появился и исчез. Он у нас был дня 4 первых существования группы. Потом он обиделся на то, что я там написал пост про… Ну, упомянув его фотографию там с лужей, которая мне показалась достаточно, в общем-то, проходной. И там, ну, я просто как пример ее привел, без всякой там задней мысли, без всякой попытки что-то как-то уязвить человека. Ну, вот он на это обиделся, и мы еще там комментариев подописали всяких. Здрасте. Доблестные, да. Участники. То есть у нас накидать там могут… Здрасте. Ну, нет, ну, вообще-то с Дмитрием Зверевым мы вот лично с ним вдвоем не потеряли контакт. Мы… Он меня даже вот пригласил в какой-то проект, который там планирует продавать тиражные фотографии и как бы тиражность это будет проверяться на основе блокчейна. даже вот они сайтик вот запустили только что, буквально пару дней назад. Так что, в принципе, ну, не знаю, может, что-то даже и выйдет из этого. Я пока… Было бы интересно. Ну, там пока сайтик очень сырой, ну, мне кажется, Зверев не будет заниматься проектом, как бы, которые там пустые совершенно. То есть, в принципе, лично как как бы арт-директор этого всего предприятия отобрал 30 моих картинок и вот, собственно говоря, попробовать что-то с этим делать. Ну, вот, я только сегодня собирался там в ночи где-то хорезу загрузить. Посмотрим, дойдут руки, не дойдут. Как-то так. Ну, что-то. Ладно, ребят. Большое спасибо. До свидания. Всем большое спасибо. Я думаю, что, в принципе, будем приглашать еще разных спикеров. Все-таки желательно, конечно, с компа вот, ну, чтоб на столе стоял там, экранчик демонстрирует всякие там слайды, фотографии. Ну, ладно. Ну, как бы получилось пока. Ну, тоже для разнообразия. Можно и так иногда. Вот. Ладненько. Тогда я сейчас там ближе к ночи, опять же, попробую видео состряпать из этого и залить там группу, и, может, на YouTube-чике аккаунт доведу тоже нам. И, соответственно, там, ну, что, раз 19-го хотим гулять, тоже буду создавать тогда мероприятие. Окей. Если нет вопросов, то, что, расходимся. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. А я успел? Хорошо. Так, если у кого-то есть еще что сказать, просто уже все расходятся. 8. Было 16, стало 8. Тогда, может быть, лучше уже в следующий раз, если что-то там серьезное. Ну, ладненько. Я так понимаю, что тоже уже пора отключаться. Всем пока. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.